всем привет сегодня у нас выпуске будет ринг мастер будем сегодня смотреть за самым топовым по винрейту героем и причем на саппорте до саппеки просто кайфую персонажа забанить до сих пор нельзя это ринг мастер у которого сыграно космическое количество матчей на нем проигрывает только одну должно быть ругательство 58 процентов винрейт это вообще total broken герой я вот смотрю винрейт игроков 66 процентов 67 58 85 84 процента вот стойку жена обузил себе зовут уровень мастера уже нормально же на самом деле по времени прошло в принципе золотого можно было набить тир героя мы имеем ввиду естественно персонаж который пикается в каждой игре абсолютно если в игре вашей нет вам повезло либо наоборот не повезло саппорты лику потому что персонаж имеет просто какой-то огромнейшее количество урона первые такие скиллы это сумасшествие по дэмэджу при этом это страх плюс замедление при этом у него сейф на втором скилле при этом ультает этим fight кнопка и думаете все но у него еще и шард который лучом светит там и дамажит иллюзии у него еще есть врожденка которая три скилла в себя включает просто безумный персонаж он хоть и говоря в начале снял варты поставил свой и по итогу снайперочек что-то почувствовал чел на снайпере хаешка ему и дается и потом просто кусочек себе братишка в роли на виде столбой скилл покажи его на офиген что это вообще в чем некоторые игроки качают дротик я в целом понять могу но посмотри 90 монакос к 90 у героя монопол в 400 дротик кстати стоит 8 сманы по урону как работает первый скилл вы заряжаете плетку она сперва огромного радиуса и наносит немного урона в конечной точке как станции там круг такой появляется куда вы к студию потом становится все меньше 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 и в итоге вам варианте вот маленький круг он наносит максимальный урон сейчас не просто скинули две кнопки снайперу не снова пол хп вот накладывается страх еще страх особенно крутой чтобы там взбивать тэпки моментально даем уже это обсуждали или допустим чтобы толкать на вашу ульту об ульте немножко попозже поговорим третий скилл дротик которым прокачает час на втором уровне дротик вы ван зайти в чела летит он кстати говоря с километра тоже брокен какой-то скилл километра кидайте дротик немного замедляете на сто процентов причем на немного по времени и замедление получается 08 на сто процентов с герой буквально не двигается у него там минимальный мс-200 будет я раньше какой-то бешеный на дротике в монитор в принципе не помещается просто колванул две кнопки визаж прикинь вот ты приходишь на линию а у тебя вот эти две машины визаж и рингмастер у которых просто тонна урону со сплав они должны на этой линии зафорсить себе базилку вот обязательно потому что базилка на теле не это просто сказкой как можно быстрее оконцы нужно купить визажу и вот на самом деле не понимаю почему он берет себе нули но визу можно это бил по почте на визажа за ракте тоже запишем если заходите и пар концы бы тут вообще смотрелись просто прекрасно есть тротик немножко под тыкал очень приятно конечно гранатку еще покупать да ты кидаешь дротик гранату под это все дело первый скил еще нажимаешь у врожденки давай поговорим у вас там три встроенные способности эти способности появляются за смерть вражеского героя в радиусе почти тысяча девятьсот двадцать пять вот его собственно три скилла мира это зеркало вы создаете грубо говоря иллюзию она там про дохнет просто короче создаете иллюзию вот мы а коли говоря это иллюзии можно доджить в момент создания она работает по моему как манта несколько казалось что это работает не так но потом я видел как рингмастер доджил и я честно говоря был шокирован тут надо проверить эту информацию второй скилл это вот у меня как раз таки иллюзия второй скилл это тоник ну вы как энергии тостич бабахаете он увеличивает вам силу и или вашему тимой то 4 секунды этот баф висит там на самом деле много прям хп можно обливать 200-300 даже на ранних стадиях игры по хп можно открывать сушить дротик закидывает дротик нужно кидать под определенным углом просто скинули по спулу хаус-майта хаус-майта почти сдох тучу тренд заходит в гейт и очень неприятно тут визажу и саш уже погиб внутреннюю духа так иллюзия фыканул немножко еще нужно конечно пытаться обманывать успеет о их я хорошо хотел сделать но по-моему вот он зацепил его зацепил центром радиуса мог краешком как попробовать вот можно было да ну да да но мы мы не часто с тобой играем этого героя мы не знаем как бы всей тонкости может быть он не успевал поймешь у героя заметь 310 да я подумал может он не успевал добежать нормально армор 3 но наверно душечка был на первом левеле узнать что делаешь а там трендуха голодный выбегает снова гейт банк сапики просто игру вначале выигрывают там уже тапается жду демон но ты немножко поздновато братишка приходишь поздняк питаться чего не так решили сделать там сейчас один будет на абсолютнейшем free фарме вы стреки стоять санкинга 2 300 стоит ли это того непонятно у визажа и мастера и так была хорошая линия ну да ладно по поводу вот этого тоника энергетоза как мы называем ну просто вы можете тиммейта подбав и подрегене 5 скажем увеличив его силу и хп соответственно и последний скилл это подушка перделка тоже вот она есть так сейчас он тут пытается поддавить снайпер снайпер замен сил красиво на прошел и бегал чё плохо шла жалить не не вот это было вращает родительный момент был супер плохая смерть они время тут на кураже что давили 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 еще активность происходит земле нападает фигура закончится да да просто разбегаются надоело обычная работа советую тебе устроиться на работу к эпиком у них на сайте открылся завод скино где раз в три часа ты можешь забрать себе шестеренки чтобы улучшать свою зарплату оттуда падают даже кейсы а еще за эти же шестеренки можно улучшать скина генератор и фармить халявные скинчики всю осень каждый день также не забывай про int если ты его будешь смотреть просто так ты ничего не получишь но если ты будешь смотреть его у эпиков то за это тебе выдадут халявных сундуков от габена не дождешься нормально bp а вот у эпиков прямо сейчас залетай и забирай а на пятнадцатом уровне каждый из вас может получить халявную аркану для этого надо выполнить парочку легких заданий вот например первые три квеста 1 подписка на на соцсети 2 меняем ник в стиме 3 хукнуть ящик за клокверка круто что эпики сделали задания доступные для прохождения каждому а за прохождение всех квестов гарантированный дк хук но и про int не забывай такой фишки с выдачей сундуков за просмотр инта еще никто не делал не упускай шанс и переходи по ссылке в описании торопись ведь халява скоро закончится летает мид добудет банку земель и попытаться им брони пробить шлепнул разочек нормально начал дротик впитал хорошо парстики еще были я вот заметил что дротик берут постоянно на третьем уровне в 2 вот насколько это вообще правило эффективно мы подумаем пользу не хотел но он задолжил и пришли сделал шлепку сколько получается 208 строна на втором лаве прокачки первый скил просто пера скилл на бумаге очень много дэмэджи наносит но видимо два ряда плюс периодический урон до 4 процента от максимального плюс урон попадания 75 вот и хочется не займите бедва дротика я никогда 6 еще достаточно быстро тут можно потестировать но все берут почему-то это дротик не знаю может быть прям гига кайфово играть шлепает какой кайф да вообще пипец но ей не так просто попадать ее обычно нужно из-за кустов к оставать кровавый lane стоите мы еще прошлом ролики на ригмастер это разбиваю из разбирали что в принципе вас не должно быть видно укрепили свои сооружения смотрим дальше ботинок него готов по поводу третьей способности врожденки мы ты можно нажать получается на знака над врожденкой там все три они показаны да вот и там собственно на третьей способности это подушка проделка прыгайте вперед аксамблер 100 и раньше была такая шмотка нейтральная микро прыжок вперед мини паунс ларка называйте прикольно то что еще вы оставляете за собой вот облако водичек облака которая замедляет врагов на 30 процентов прикольно мне нравится что они оформили классно эту врожденку дать по-особенному это кружочек что-то сверху над и что новинка если в долгой да да такая свежая именно в плане оформления ну и в целом скиллы узкие такие плюс минус базированные создание иллюзий микро прыжок и павчик от напитка это нормально вы не можете выбирать к сожалению они типа поочередно я так понимаю спаунятся но любом случае все три юзабельные все три можно использовать особенно когда на вас нападают очень нереальный тильки 2 мастера если он накопил эти заряда них накапливаются то есть вы много по убивали но не использовали врожденку не было такой возможности то имейте ввиду что они накопятся их будет прям много он бы час не заюзал сын кричок на гейт в целом это можно было бы предъявить у нас три нет бежит через вышку бежит может быть кого-то убить там что-то демона воскрещает онлак враги на самом-то деле на ловар и понимает он понимает погибать будет мастера задача на героя вот я скажу такая вы должны стоять просто позади кора с которым вы можете делать ног позади саппорта с которым вы можете делать move будь то реки тренд вот так убегать топорно но это это ненужная вообще тема той просто с кем-то так чтобы ты смог нажать свои кнопки ножки букаш не могут убить не такого что конечно и ватные на самом-то деле за врожденки в той же но все равно вот так вот бродить а как будто не то что ты хочешь и конечно тебе хочется играть с героем который станчик имеет вы с тем же сын кингом было бы очень приятно катать но от того ринг мастера и хорошими на что он с двумя героями играет и по итогу как хорошо они начинали да а посмотри на левел снайпера учила почти 7 уровень это просто вот уму непостижимо учила на снайпере с абсолютно ничтожной линии почти 7 уровень это то уже тренд пишет афк you can and понимаешь вот насколько игра из гига фришной превратилась тяжеленная где почему он дротики дать по таким ракурс потому что крипов дротики летят шлепку сделал ему лики добивает куда появилась ой можно хорошо как раз по ульте поговорим куда закидывается вперед замедляет всех тех кто в радиусе и сначала смотрят на это колесо они как бы испытывают провокацию как агрокса допустим он тут дерется на мужиков только добивает его есть пузырек house night стянул а стену вам потому что vision на пригорке стойк должен это понимать и снять дальнейшем бардик а если бы не притяжка хрустной там бы пожил бы и может быть как-то бы чуть-чуть придумал продолжается драка вылетел на римана вроде было лаги ошибочка в итоге драка получилось вообще отличный хорошо да реки за канаги с реки молодец он очень хорошо линию по лесенкинга постоял там хоть и в моменте сенкинг имел больше но реки его по он сушил 1x1 не знаю как это вообще возможно катарики сейчас лейнер один на один тоже сильный регион у него есть но все равно странно вот и что касаемо рингмастера его дротиков он их 3 оставил теперь дамаж его и первый в принципе как будто трех дротиков достаточно до 2 нормально но они могут кончиться ты их прям часто выкидываешь 3 прям самое то и можно 1 до качать по поводу ульты колесо чудес wheel of under также переводится наверно вы закидываете это колесо она летит и все челы которые смотрят ну человек который посмотрит на это колесо он загрится и нужно посмотреть на колесо почти за полсекунды поэтому нужно кидать так если враги нападают вас вам нужно кинуть колесо по направлению врагов то есть не им за спину а как раз таки куда они бегут на чтобы они либо перестали бежать и нападать на вас либо соответственно там сильно надомашились сделал шлёпу просто скинули по скиллу дротик еще полетел практически замедлил вот и либо к лицу нужно наоборот на период убегающим врагам кидать то есть нужно понимать траекторию куда враги будут следующий момент смотреть но в целом хорошей темой кнопка даже если на него на колесо не посмотрят она автоматически с детонирует через 6 секунд и от взрыва она нанесет урон от того что она просто лежит файсе она имеет радиус и она замедляет в этом радиусе и наносит по моему небольшой урон а урон 50 секунд то есть немного дэмэджи немного замедления взорвется в конце а если враг посмотрит то она его застанет и взорвется раньше нанесет ему урон то есть при очень приятная кнопка за за 175 мана 90 секунд когда вопрос еще еще один хороший скилл для мистера мастера три безумные кнопки на дэмэдж как комбинировать мне справа казалось что вот почему мы эту игру еще записываем потому что наконец-то я нашел игру на рингмастере через это все так ждал просто этого то снова рингмастер даже серега себе представить может я вот думал ну когда когда и вот она игра скидал еще один ротик залетел есть ультимативная наперед под хаус на это еще сфер наложил очень много дамы ждал завязал иллюзию баф когда я немножко тут тоник в себя завязал подрегенился переделка сейчас будет на переделки выпрыгнул фир немножко наложил это жестко но это согласись это жестко задолжил до задолжил хорош 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 но это было сильно это было сильно у коде врожденка не стоит маны это должны фиксить я думаю 50 маны добавят на каждый скил потому что начать что это такое скиллы не стоят маны имеют когда три секунды почему вот сидел внимание что нашел катку на тос нам ты скидал же игру получается 40 минут было играешь на рингмастере там там был казуальный билд супер рабочий но там был бил по моему через брейсер и солары это еще самый сильный бил но сейчас общепринятый на рингмастере то есть вы берете себе получается а брейсер один там вначале допустим потом берете себе solar вы еще и команде очень полезный и у вас там 3000 хп с тремя брейсерами solar вы безумно толстый вас не убить у вас под сейф у вас врожденка присмотритесь к этому билду три брейсера solar все покупают но если к че не хватает и вы чувствуете что игра идет можно вот так вот местами а тос брать я вообще еще видел ю то есть как комбинация выглядит вы же первым скиллом получается страх накладываете поэтому колесо за спину героя кидаете нажимаете на него страх потому что он допустим не смотрит в это колесо но вы первым скиллом вы наталкиваете врага на колесо поэтому кольцо нужно чуть вперед кинуть первый скилл потом он посмотрит соответственно в это колесо и застрянет ну чтобы комфортнее проворачивать эту комбу либо а тос либо юл а тос смотрится в принципе как шмотка на большой к стрэндж можно кастовать жестко вот юл он тоже прикольный но во-первых он дороже он стоит 2600 а тос 2200 во вторых range меньше гораздо меньше range по именению стоп бежит fight в топе кутера рандомный визажа убили он без тапки у него когда ты поищал ли 0 в случае ему нужно принести принести 7 teleport тут вам большой когда второй спел качать очень ситуативный момент если вас наверно дарят да если приходится там как-то выше отбиваться наверно стоит пораньше кто бы сказал взять в единичку я думаю да слушай если игра так у того того требует я вы первый дамаксил бы его допустим там на девятом взял бы конечно от опыта пока у тебя экспы вот он так момент такой они забежали же сейчас под подаван пост потом он такой тепки нет а файт в топе побегу к я через всю карту часто нужно забить хрен просто нести себе тапку курьером вот он этого не сделал и я вот с этим синдромом помощника боролся очень долго и попал мне было некомфортно от того что команда там где раз часть другой части карты и ну ладно побегу хотя может быть добегу может быть файл будет и нужно забить пацаки т.п. нет я тут это пачку толкнул ну или просто ничего не говорить повелика типа телепорт в кулдауне потом буду читать предъявит скажешь тапки не бывает иногда вы просто банально качнете себя тос в такие моменты да и не нужно думать что вы там ну не не повезло тиммейты сами предпринимают решение драться просят задал кайтом вот как-нибудь аккуратненько из кустиков клава не на фигитер момент он просто прослужить не может вот это наперед он даже первый скил не юзал то есть подокос супер приятно посмотри как много дэмжа и как удобно же много комбинацию мутить то никто не за юзай прокачал скилл я юзал про него первый нормально выбрать но это же кик ну что это за герой и стали к сожалению добивает но сделал максимум в таверне все отлично вообще сделал но тот земелька в конце поэтому побежал на них просто забавно то что как у тебя много опций на выживание у тебя и по статам все хорошо и ты выходишь на иллюзии на перделки на хиле на втором все время фир накладываешь 3 накладываешь и вот тут представь что тебя бил не через то даже да а через solar там брыбры брейсер да хрен тебя кто убьет вообще на таком рингмастере поэтому бегайте за тиммейтами если просто нужен покупать базовый бил ты просто кидайте с полы кайфуйте а еще рейджа спал да такая позволительная чтобы не покупать себе какие-то лишние предметы все должны резать обязательно врожденку когда 5 секунд на ней ставить добавлять 50 монокост на каждом из плов при этом к стране дросика уменьшать потому что ну чё-то риг мастер кастящий герой которого рейс полов сумасшедший урон сумасшедший импакт по сумасшедший сейф есть ульта есть врожденка безумная ладно я просто не ну типа не пытаться сделать больше чем от вас требуется и не пытаться нам идти с вами голову первые первым номером файта хотя не всего 1000 голды виду 2-1000 тыщу тирады укрепили свои сооружения на понотворцем все минус так снайперов борта к чему дротик но еще не просто первый удобно касать ульта наперед там что демона подсосала снайпера тоже дэмэдж есть живет потому что врожденки работают поежку выкинул тут фирм толкнул обратно в сайт можно конечно грязь носить белый белый мастер еще связки с каким-нибудь марсом наверное неплохо смотрится да под арену то может толкать обратно что вот так как а колесо туда закинуть чел и вообще же потеряшки будут прикинь какие-то сильные скиллы в начальной игры буквально арена марса с раненки на блинком на 13 14 минуте и невозможно задоджить это вообще безумие да 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 вот такие герои как земель и реки тебя очень приятно тоже кнопки нажимать low кд и у тебя и у них это просто идешь дерешься именно кайф играть и с ринг мастером и на ринг мастере в такие вот карты давай будет статистику подведем и посмотрим за последние 10 игры сколько победского поражения и на про драки вот и как думаешь сколько пьетского поражения даже за неделю за последние десять матчей там очень ладно я скажу что я думаю что 7 побед и 3 поражения ай хорошо чутка такой герочек надо будет надо будет обязательно чипа весов при приятно собирается его бафли так футбротик полетел вас рейкинга туда же колесико ему на башку чел уже отойти не может обратно потому что там колесо он умрет а впереди его встречают тиммейты поэтому за спиной кидать колесо это прям это прям кайфово есть повис на тиммейта и сразу же сложно фокусить позиционку смотрим есть а то с настоящего тиммейтам дал понять где именно пузырьком кого-то бафнул энергии тосиком не помню кого возможно реки иллюзии вперед отправил фейкует до людей тиммейтов его разобрали по итогу первый случай можно закинуть очень хорошо но шеде спрятал блин анлак он поэтому снайпера пытается загрызть но понимает что не хватит раскилывание на одном ударе после три героя на одном ударе ну также так жить 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 атос жить хорошо хорошо да кайф конечно но все знаешь нужно развить нейромышечную связь обязательно чтобы все эти кнопки еще нажимать голове держать на что первый матч и конечно как блин комом стойте аккуратненько 1 3 накидывайте хотя бы ну вот потом спустя дни начались и 15 все будет происходить еще на автомате поэтому не бойтесь играть и пробовать для себя новых героев да вы обделаетесь пару раз ну ничего страшного все чего-то начинали но потом потом вы будете в долгую 100 матчей сыграть из них у вас будет ну скорее всего если вы ответственно подойдете там 60 процентов винрейт это получается 60 на 40 это 20 игр чистых фишных по 25 птс получается 20 на 25 от вскоком это 500 ровно вот чисто на этом герое вы 500 версия выкроете бредных не понять еще от игры при абсолютном нормальном винрейте а кого тут сейф игром как узнать фокусить кого-то это вообще забей мастером иллюзии убил под сейвил на переделки готов если что выйти а тосик а тосик что пока не делает шар хочет ну как раз шар против хаос на это вообще идеально надо почитаем как он работает иллюзии по цветам луча постепенно тают каждую секунду теряя долю от максимального здоровья хорошо так наш красиво на пен на то это красиво написано обычно дайте так не делают обычно формулировки немного другие типа урон наносится и люди наносит больше урона подошли креативненько хорошо что я подселил суркинг прыгает но ну-ка колесико ему туда краска нет можно дротики покидать в долгу это герой еще и урон наносит микро замедление роляют но и урон тоже есть сколько тротик еще раз работает 4 секунды по получается 5 на 4 секунды по 5 процентов 20 процентов от максимального плюс 75 75 плюс 20 процентов от максимально ну нормально но это учитывая что это магический это как бы немного да но это нормально вот в долго ты же не должен как бы в итоге сейчас никто не солит никого все наносят свою свою долю урона вот мы с тобой записывали там какую-то катку не буду спойлерить на еще выйдет на одном герой когда он всем всех поддамажил а никто не умер что черный мусора так solar есть а то есть в форсе какой-то думаю можно брать на этом героя дуршард кастом на будет брать вот и так видишь на этом непонятно кого-то не знаю что делать ты про команды мастера да у них просто в этом джиняк час покрыгал возложен сейчас видишь подойдет аниме пачку за пуша тут попытались хвата килл найти не потихонечку запушит бот еще пачку и помену со подмиручал подставляется один предикта был было то что он сейчас прячет надо было просто 1 не тратить после отроса в него начинают где сейчас безумное желание у всех у 2 1 мастера потому что ну как минимум покать его на сейф под фун героем шофер накладывается слишком близко подошел не было смысла вообще никакого как он это сделал потерял бы позицию были вы герои лучше на творческих больше и тем тоже убили бы поэтому стойте не теряйте позицию вы аккуратненько можете банально вот вы если все кнопки в когда и вы понимаете что вы не можете нам подсевить дать дэмэдж ну со стуки афк ну не нужно бежать прям под героев а зрите ситуацию нажмите все чуть 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 попозже но под подумайте чем нажать можно на первых ходят можно ему атосик закинуть три героя мертвую поэтому сейчас в принципе они могли бы его поддавить но решили что регруппимся под выйдем 15 лавил талант 10 уровне дальность применения escape акта это собственно второй скилл его я думаю вы должны талант то есть брать я выбрал сразу потому что к стрейнш слишком важен то есть там сам скил он по сам по себе не сильно доски лиц его по сути один раз за драку жмешь его поцелил не поцелил поэтому я выбрал бы сразу к стрейнш но это было бы получиться на одиннадцатом уровне потому что 9 лавалов у тебя первый скилл 3 ульта 9 лавалов 10 уровень ты качаешь кубышку к примеру на один станды качаешь дальности потом уже ты качаешь кубыш наперед снова кидает эту хреновину или вы и по цене хоть говоря против сейва хорошо работает колесо и все кто бегут все кто бежит помогать и контра инициировать смотрят в это колесо и челка друг убегает смотрит в рательской усредненно кидаешь так и подставить тяжело там там нас уровне тоже прикольный то есть мало мало герою шардик безумные скил и сильные бил хороший будущий бкб ему встроили во время применения первого скила то есть ты можешь так оставать у длительность наверняка даже что-то дожить можно также дает плюс 50 процентов с определению магии то есть если у человека это скилл который как лагуна как фингер в тебя летит и ты видишь начал замахивается можно запотеть начать просто на месте в полка ставать первый скилл таким образом ты получишь плюс 50 процентов с определению магии и таким образом ты просто можешь пережить какие вот есть такие скиллы которые допустим тебе могут помочь что в долгу кастуется но больно дамажит всякие летящие снаряды типа змейки медузы стана венге много таких кнопок на самом деле полбал химика она фиона физоида может хотя за интересно пройдет она вообще или нет но еще должна пройти она потом нужно тикнуть это если арбупака прям сложно задолжить можно перескал нажать и допустим короче мог есть применение праймал тебя топчет ты просто нажимаешь перескал чтобы меньше урона получить циркин культой трусит хорошая колечко основа мрбкб связи взял и проигрывает файл похоже хорошо по поздно зашел поэт он в итоге что удовольствием сижу успел потратить подгрызлая перочка слушай так они есть на самом деле знаешь что в чем ума ульты у не ульты извиняюсь а шардау то что он светит рашпит очень мало скилов дайте осталось который светит рашпит плане очень мало тропы не светит рашпит вот поэтому solar повесить прожектор еще дал прожектор vision дает это очень важно и он дается соответственно vision в рашпите какая-то тоже охренеть какая имбовая кнопка ну что это за бред вообще просто писька но пиздец какой-то что это скилл прикинь в рашана против рингмастер да 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 даже колесо в раша накинул всех застанел это смешно это смешно какие-то скиллы вообще неадекватный vision еще осталось blink только дать герой и 3 было еще встроен и какой-то может быть жесткий ластил собила просто прожектор и он нормально в принципе все герои много большинство героев что вы пекли были свой какое-то время потом их фиксили сразу почти а тут ну дают поиграть дают кайфануть людям ну с другой стороны да с другой стороны вот это же можешь пикать этого героя из а бузеры которые там кликеры себе поставили какие-то и пикают раньше чем ты уже его забанить нельзя обычно есть ты пикаешь одновременно одинакового героя то он банится после мастером не так то с мастером по моему пикать его твои в итоге в конечном тот кто пикнул во первой нажал на кнопку часть всякие автокликеры которые просто наяривают на пик рингмастера они просто очень хорошо работают он себе несет линза берет я на рингмастере сыграл по одной группам и у меня было еще несколько в кастомки в over throw 30 кстати говоря вот есть такая кастомка over throw 30 не знаете как скиллы работают на герой хотите потестировать нового всегда милости просим заходить в кастомку и тестировать там время можно ли вновь ночь ничего не потеряете тиммейт там не зарубить и кнопки потренируйте билды потрясите хаус на простой лес качал тут без бкб еще одно скобленка нацию линза купил и вот к чему я про свои игры на рингмастере со стороны каю за что ему не нужен к страницу твоим вообще не потому что он вроде как большой но кто знает на самом деле очень хорошо колдует скиллы и заметили что фир сейчас он все-таки неплохо нажал ульту на рингмастере если он нажал левее то было бы круче по итогу они выбежали кругляшка называем что мы страхом толкаем от себя еще по направлению так что можно первым скиллом на ульту накинуть а тос 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 просто нажал перед лицом ну да ладно он видимо на другом сфокусирован был после прожектор можно пустить и ждать он нажал я не знаю вообще к страницу какой прожектора ну слушай даже вот золотому рингмастеру я со стороны смотрю капец сколько кнопок как вообще все же я не удивлюсь там же он вроде желтый луч желтый луч работает и вот имеешь ввиду любую точку карты можно просветить но имеют да и поэтому как только данный как-то вы призывает луч прожектор который гуляет не понятно и ну вот он нарисован он нарисован он типа не еле вмещается в монитор если посмотреть значит он гига большой зачем просто не успел его нажать на хэграундом в упор подошел к г потом нажал короче даже золотому зир учел 80 до 14000 птс и он уже золотой рингмастер это просто не просто нажимать со стороны кажется что он не дожимает кнопки выбрать а две активные ты должен следить за всем по цели тетя шарди путь а ульта все нужно по правильной траекторе генн перески у третий скилл три выраженки забей просто просто забей сколько скилов и при этом технише не нужно быть супер скиловым что в принципе на нем даже выигрывать но это является большим бонусом если супер скиловый потому что исполнять на этом герое явно можно мне нравятся такие герои лимит скилла на которых ограничивается лишь твоим лимитом тела есть такие персонажи как бы лоски не целом с прямолинейные топорные немножко не так и сказал на любом герое можно прогрессировать и совершенствовать свои навыки и любой игрок тиром выше чем ты сделает на нем лучше но в целом лимит рингмастера он гораздо выше чем у многих других в том числе саппортящих персонажей вот ладно пример приведу есть он дай на саппи кидай если какой-то условный огар на саппи ки а есть просто рингмастер ну и и на ком сложнее играть поэтому учитесь учитесь даже через 100 игр вы скорее всего сможете сказать что вы нажимаете как лучше вот он лучше нажимает по итогу с более большой дистанции вниз на что лучше кастуется и потом не летает как-то странно знаю можно ли это контролировать но я думаю нет вот light и честно шартик когда играл не покупал на этом герой непонятно не механика применения не куда берет видел я хекс берут тоже прикольные комбинации с хексом ультой и первым скиллом нейтралка тоже на кастрейндж супер приятно нейтралка это нейтралка можно отталкивать от себя это же как-то допустим использовать ульту ульту прям на себя кинул допустим отознал чел он бежит тебя добивать перед ним это колеса огонимчик герою еще не добавили аспект не добавили у героя был бы еще аспект и агоним с ума с этим solar но арчи птикнул он лак он умирал отказывает пауза дайте закончить пишет по предметам да пофантазируем с тобой чтобы можно было бы еще прикольное купить если брать за основу один бил три брейсера solar тех получается арканцы потом ты брейсер продает что-то может упать все те же юла глимеры форс и виндвейкеры хексы хекс наверное вообще самый приятный выбор нейтралку берем на range на выживаемость в принципе можно поразмышлять если берете от оси кто можно как он забил лица то есть тоже докупить соло она получается уже без брейсеров потом купить себе линзу грейсы но есть все все саппортская грейсы кстати мне кажется что тоже супер брокен предмет особенно если врагов есть арчидные герои которые прыгают вас ваша на сдача это не сдохнуть просто нажать кнопки поэтому грейсы смогут быть хорошим приобретения и все помогут каждой катке на линг-мастере да ну вот и поют мега просто очень приятно собирается не знаю по поводу веселом весел сейчас как приняты умер это больше покущий сейчас в основном сейв шмотки берут живут скиллы кидают верхние что еще что еще в редких случаях владимир можно купить холи локет тут не категорица барабаны ну соусова но вдруг можно может быть на самом деле вот этот билд вам просто самый оптимальный вообще да соло брейсер грифсы линза форстав даггер даггер кстати говоря вот смотрят каких-то игрок из юла можно комбинировать некоторых карточках и цвета печать на юля прыгнул если есть проблема допустим кетчем какие-то играет и выживает же супер легко силам за счет второй способности ну да но вообще вообще да тоже хороший билд и не имеет место быть но опять же всегда нужно сперва от отталкиваться от базированного который все будет не зря его будет а именно с этим билдом винрейт и хорош фонтанчик еще мы светим окнули шлепнули кинжал еще есть нейтралка ультра сильные герои советую всем попробовать этого персонажа трон уже потихонечку долавывается и рингмастер показал себя как действительно очень сильный герой и причем он сильный с того что мы посмотрели вот буквально до 36 минуты вот мы смотрели и он был все время сильный и на линии и в мидгейме и на поздних стадиях игры наверное он тоже неплохо ну что сейши это хороших герои обусти пока еще не по фикшен 24000 урона нанес неплохо да всем пока